Эверноут Одну команду вел Степан Пачеков, известный русско-американский изобретатель и предприниматель. У него была группа, которая работала над инструментом для улучшения памяти много лет в год. А я возглавлял группу разработчиков в Бостоне, и мы работали над очень похожим продуктом. Мы пытались создать второй муск. Мы встретились в 2007 году и решили объединить усилия. И так появилась компания Evernote. Первая версия продукта вышла в июне 2008. После того, как мы собрали последний раунд инвестиций, я написал статью. Компания тогда была оценена в миллиарды долларов с небольшим. И это меня сильно испугало. Я посмотрел тогда оценку New York Times, и она составляла чуть меньше, чем миллиард долларов. Я подумал, как же так? Неужели компания Evernote стоит больше, чем New York Times? Разумеется, это не так. Никакой здоровый человек не скажет, что Evernote за пять лет смог создать что-то более ценное, чем New York Times. Я написал статью, в которой рассказал, почему это бессмысленное сравнение. Почему нельзя сравнивать оценку быстро растущей частной компании с оценкой публичной компании. Вывод, который я сделал, был таков. Мы, конечно, не стоим больше, чем New York Times. New York Times — это потрясающий легендарный бренд. Но мы, гипотетически, однажды можем стать ценнее, чем New York Times. И наши инвесторы верят, что такой день настанет. Поэтому оценка Evernote такая, какая она есть. Я думаю, самая важная вещь, которую надо понять всем, кто хочет стать предпринимателем, это то, что это очень плохая идея. Очень плохая. Большинство людей, которые хотят основать компанию, не должны этого делать. Если тебе в голову пришла идея начать свой бизнес, спроси себя, зачем? Почему тебе хочется это сделать? И если ты, например, хочешь заработать или получить власть или влияние, то не стоит для этого основывать компанию. Потому что предпринимательство — очень малоэффективный способ заработать. Скорее всего, вы больше заработаете, если просто найдете себе работу и будете на ней лет 20-30 работать. И это мой первый совет. Спросить себя, зачем вам это нужно? Но если у вас есть хорошая причина для того, чтобы стать предпринимателем, если вы хотите как-то изменить мир вокруг себя, то у меня для вас хорошие новости. Сейчас самое лучшее время за всю историю Вселенной для того, чтобы начать свой бизнес. Все, что вам нужно сделать, — это создать что-то, что будет нравиться лично вам. Сделать что-то для себя. Не думайте о том, какие у рынка потребности, о том, что можно продать, а что нет. Игнорируйте все это. Сделайте что-то, что вам нравится, что решает ваши проблемы. Причина, по которой такой подход работает сегодня и не работал 5 лет назад, в том, что если вы сделаете что-то, что решает ваши проблемы, тут же найдется миллиард людей, которым ваш продукт тоже понравится. Благодаря планшетам, айфонам и социальным сетям этот миллиард узнает о вашем продукте буквально через день после его выхода. И у них будет возможность купить продукт. Заплатить за его все это практически моментально. Так что сегодня лучшая возможность стать успешным. Сделать что-то классное лично для себя. Так что два моих совета. Первый. Не делайте это. А если уж вы настаиваете, то сделайте продукт для себя, а не для других. План Б. На сайте rbk.ru